Холидей уже давно находится в процедуре банкротства. Конкурсный управляющий подал иски в отношении 43 алтайских компаний на общую сумму около 230 миллионов рублей. Для многих это грозит разорением. Дела рассматривает арбитражный суд Новосибирской области. Судебная практика такова, что зачастую производители вынуждены возвращать в конкурсную массу средства, полученные ими за добросовестно поставленную продукцию. Товаро-производитель поставили продукцию в компанию, и компания потом начала применять какие-то меры, рассчиталась, потом снова забирает эти средства назад. Но это вообще несправедливо, в высшей мере. Поэтому сейчас, конечно, здесь есть несовершеннолетние законодательные базы, потому что я считаю, что они работу проводили в рамках обычной хозяйственной деятельности. Есть такое понятие, причем в законе о банкротстве 127-м. Тем не менее, конкурсный управляющий настаивает, что расчеты производились не в рамках обычной хозяйственной деятельности, а значит, средства подлежат возврату. Участники «Круглого стола» отметили, что на федеральном уровне необходимо поставить вопрос о совершенствовании законодательства о банкротстве, чтобы подобная практика не стала нормой. А поставщиков «Холидея» призывают активно собирать доказательную базу. Обязательно для подтверждения обычной хозяйственной деятельности готовим все свои документы за год о том, что, прям с примерами, о том, что каждая ваша поставка оплачивалась не в сроки, указанные в договоре, а с просрочками. С большими просрочками или там с маленькими просрочками, но главное с просрочками. Наша задача доказать, что это было у всех. Также участники «Круглого стола» отметили, что всем кредиторам стоит заявлять о понесенных расходах на представительство в суде. Учитывая количество ответчиков, по совокупности это огромная сумма. Перспектива ее выплаты в случае проигрыша должна дополнительно мотивировать конкурсного управляющего отказаться от своих претензий к поставщикам. Глеб Поленский, Михаил Лифуншан. Новости.